Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». Меня зовут Анна Смирнова. И сегодня формат нашей программы, он несколько изменен. Вчера стало известно о том, что в Москве арестован лидер российского движения за новый социализм. И он был частым гостем программы «Абонент доступен» Николай Платошкин. Сегодня у нас в студии на прямой связи по скайпу жена Николая Платошкина, Анжела. Анжела Егоровна, здравствуйте. Да, добрый день. Расскажите, что произошло вчера. Вчера проходили обыски в квартирах Николая Николаевича. Он был задержан и доставлен в следственный комитет. Два дня ведутся следственные мероприятия по его задержанию. Ему предъявлено обвинение в организации массовых мероприятий, незаконных массовых мероприятий. Вчера было решение об Исманного суда о пресечении меры наказания домашний арест. С ним находится адвокат. И вчера, и сегодня. То есть общение у нас происходит через адвоката. Сегодня мы ждем, когда к нам адвокат приедет. И более подробную информацию с точки зрения юриспруденции, более подробно он нам все пояснит. Значит, он расскажет, за какие были ролики ему предъявлено обвинение. То есть более подробную информацию мы планируем вывести в эфир где-то после 15 часов, как только закончится следственное мероприятие. Где сейчас находится ваш муж? Сейчас находится в следственном комитете, ведутся следственные мероприятия. То есть в отношении него заведено уголовное дело, правильно мы понимаем? Да, все верно, да. Сам Николай Николаевич как это комментирует как-то? Вам вот вы вчера ездили в Османный суд. Удалось ли вам хоть как-то с ним? Нет, не удалось. Нет, нет. Уже решение вступило в силу, поэтому он не имел права уже не давать никакие комментарии, ни в с кем не вступать, ни в какое общение. И он был помещен под домашний арест. Поэтому нам не удалось, мы ждем только, что будет нам пояснять сегодня адвокат. Ну, то есть под домашний арест он будет помещен не в той квартире, где вы проживаете вместе с ним, а где-то в отдельном месте, соответственно. Он будет полностью изолирован от других людей. Да, да. Известны уже еще какие-то требования к домашнему аресту? Там отсутствие интернета, я не знаю, какие-то, может быть. Ну, наверняка связь уже с ним только через адвоката, и больше никаких контактов в квартиру мы попасть не можем. Какие ваши будут, да. Продукты передаваться тоже должны только через адвоката. Что говорит адвокат? Вам удалось с ним пообщаться? Мы его еще не видели, так как, значит, вчера поздно вечером уже мы вышли из Басманова сюда и продолжались еще следственные мероприятия на второй квартире. Поэтому буквально вот какими-то короткими фразами нам удалось с ним пообщаться. Мы ждем, когда более полная информация будет озвучена сегодня. Мы ждем, когда он приедет, и нам все более подробно, все пояснит, все расскажет. Пока в данный момент и мы не до конца понимаем, потому что нам так вот не удалось с ним подробно поговорить. Ну, в общем, вот ждем его прихода. Вчера вы были в Басманном суде, как вы сказали. Вот когда вы туда приехали, состоялся у вас какой-то разговор хотя бы с правоохранителями? Какой была встреча? Нет, нас никто не пустил. В суд нас не пустили. То есть вы были просто на улице? Мы стояли за дверью, мы стояли на улице, и Николай Николаевич, когда его уже сопровождали из здания суда, его вывели не через центральную дверь, а через второй вспомогательный выход. И мы только мельком его увидели, когда он садился в машину. Возможно ли, на ваш взгляд, опять же, вы видите ситуацию изнутри, что это может быть связано и с предстоящим голосованием по Конституции? Ведь Николай Платошкин, он агитировал голосовать против этих поправок Конституции. Вот как вы думаете, с чем это можно связано? Мы видим всю эту ситуацию, развернутую в связи с тем, что на днях 2-го числа мы объявили о том, что мы идем на выборы под брендом партии. Поэтому мы связываем это именно с этим. Ну и Николай Николаевич, конечно, он всегда призывал людей к массовым мероприятиям, но только к законным, к законным митингам, к законным пикетам. Даже на все массовые мероприятия нами были поданы уведомления в администрации городов Российской Федерации. В связи с карантином нами были получены отказы. Мы также и в Москве подавали уведомления. Администрация Москвы нам отказала в проведении одиночных пикетов. Поэтому была дана установка, что в связи с тем, что мы не получили разрешение, мы в этих массовых мероприятиях не участвуем. Позиция Николая Николаевича только за законные митинги, только за участие в выборах, только смена курса с капиталистического на социалистический, только посредством выборной агитации и участием в выборах. Это его была жесткая позиция, несменяемая. Он всех людей призывал участвовать в массовых выборах, участвовать в законных акциях, заявлять о своих требованиях. Это его жесткая, непоколебимая позиция. Теперь, очевидно, пойти на выборы уже не удастся, учитывая, что есть уголовное дело. Ну, решения суда еще нет. До решения суда у нас пока решения нет, пока решение не вступает в силу, у нас все имеют право участвовать в выборах. И действительно, Николай Платошкин подавал заявку на 6 июня, на проведение митинга перед голосованием по поправкам в Конституцию. И в проведении митинга, как согласно средствам массовой информации, ему было отказано? Было отказано, да. Было отказано во многих регионах в связи с карантином. Так как карантин продлен, значит, было отказано проведение мероприятий. Но тем не менее, массовые беспорядки все равно вменяют? Да. Поступали ли вам, возможно, или в отношении Николая Николаевича? Вменяют призывы к массовым беспорядкам. Вот так, призывы вменяют. Поступали ли вам, возможно, какие-то угрозы, какие-то сообщения предупредительные, скажем так? Нет, нет, нет. И Николай Николаевичу тоже ничего такого не поступало? Нет, все произошло очень внезапно. То есть это было неожиданно и для вас? Нет. Я понимаю, у вас не было дома в этот момент? Он был один дома, да? Абсолютно неожиданно было. Никто не ожидал, ни он, ни я. Потому что ничего противозаконного мы не делали. Все в рамках законодательства Российской Федерации. То есть вас не было дома в этот момент? Вы были за городом? Да. Если немножко восстановить события? Да, я отъехала по личным делам. И в этот момент они пришли и проводили следственные мероприятия. Ему удалось позвонить вам и сказать об этом? Кто вообще сообщил вам о том, что происходит? Он не отвечал мне на телефон, на мои звонки. Он не отвечал, но случайно дозвонилась ему соратница. Видимо, ее звонок был чуть раньше моего. Она дозвонилась до него. Он смог взять трубку, сказал, что происходят следственные мероприятия. Приехал следственный комитет. И вот именно ей удалось вызвать адвоката. Адвокат оперативно приехал. И уже все мероприятия проводились при адвокате. И он уже присутствовал весь день с Николаем Николаевичем. Кто сейчас оказывает вам поддержку? Кто пришел на помощь? Поддержку все сторонники. Сторонники нашего движения. И простые люди со всей стороны. Массовые звонки, сообщения, письма. Все выражают. Люди снимают ролики, выкладывают их в соцсетях, в интернете. Все оказывают поддержку Николая Николаевича. Страна буррит. Ну это точно, потому что средства массовой информации бурлят действительно. И вот на «Эхо Москвы» буквально пару часов назад была программа и на других средствах массовой информации, где, возможно, раньше и даже не печаталось имя Николая Платошкина, теперь оно там есть. Читали вообще статьи, что пишут в СМИ сейчас? Да, да. Андрей Караулов вчера выпустил два эфира в поддержку Николая Николаевича. Да, вы по телефону были с ним на связи и как раз комментировали происходящее. Да, да, да. И, значит, вот радио «Аврора» и масса средств массовой информации. Вчера рупор Москвы вот с нами был у Басманова сюда. Да, масса средств я давала им интервью, значит, по телефону. Вам сейчас делегировались те обязанности, которые, как правило, ну обычно брал на себя Николай Платошкин, ваш муж, а теперь вы за него. Ну, в общем-то, я не одна, нас несколько, у нас сторонники, они остались, они никуда не делись, и люди, наоборот, значит, выражают поддержку массово, говорят, что мы дальше делаем. То есть у людей сейчас, значит, один вопрос, что мы продолжаем делать, куда мы следуем. Вот, но пока без пояснения адвоката мы пока никакую информацию не даём, мы, чтобы нам не навредить Николаю Николаевичу, мы ждём его появления. И он более подробно с юридической точки зрения озвучит всё, мы хотим выйти в стрим, значит, и людям разъяснить, потому что люди хотят понимать именно вот юридический аспект. Что как может человек, который не участвовал ни в одном незаконном митинге, вдруг быть обвинён в призывах к незаконным митингам? Значит, люди не понимают. Вот мы уже упомянули с вами о том, что шумиха действительно большая поднялась в средствах массовой информации и в группах в социальных сетях. Может быть, опять же, немного цинично прозвучит мой вопрос, но не может ли, на ваш взгляд, эта ситуация в какой-то степени, если вот так вот абстрагироваться от, безусловно, трудностей сейчас, которые переживает ваш муж, пойти на пользу его деятельности, потому что мы видим, что многие средства массовой информации, которые раньше не писали о нём, написали, опять же, нередко в нашей студии мы задавали ему вопросы по поводу таких предположений о том, что Николай Платошкин – это кремлёвский агент, и что там он родственник Медведева и так далее. Мы также задавали ему эти вопросы, он на них отвечал нам обычно. Ну вот, на ваш взгляд, не может ли здесь быть какой-то пользы в этом смысле, что люди, которые воспринимали, например, Николая Платошкина как кремлёвского агента, сейчас подумают иначе или же нет? Я думаю, что наверняка это так и есть. Как раз этот миф, как раз он и развеется. Ну, есть сейчас и те, кто говорят, что вообще всё это сделано специально, и что якобы вот такая вот спекуляция, показать, что якобы власть пытается на Платошкина давить, тем самым снять с него эти подозрения кремлёвской руки. Нет, ну, власть пытается давить, конечно, это мы видим, что власть пытается давить, но причина, конечно, это его политическая деятельность Николая Николаевича, это его левые взгляды, это его призывы идти на выборы, участвовать в выборах и сменить курс именно законным путём, посредством выборов. И в связи с тем, что очень много сторонников уже появилось у Николая Николаевича, очень многие люди стали понимать, например, вчера женщина у Басманова суда, она сказала, это он нам открыл глаза, мы поняли, мы видим в нём лидера, мы видим в нём именно того человека, за кем мы готовы пойти, мы его разделяем, его взгляды, и мы всех сейчас призываем именно участвовать в выборах, активно высказывать свою гражданскую позицию. Вот такое мы услышали у жителей столицы. То есть много людей было у Басманова суда, пришло поддержать? Хотели прийти очень много, но в связи с тем, что карантин, мы сами дали отмашку, чтобы люди не приходили, потому что приехала полиция тут же, хотя они вели себя очень корректно, они нам просто сказали, людей было достаточно, люди всё-таки, несмотря на то, что мы сказали, не нужно приходить, они пришли. Опять-таки мы не хотели подвергать опасности людей. В общем-то мы следуем всегда наставлениям Николая Николаевича. И поэтому мы сказали людям, не нужно приходить, но люди пришли, приехала полиция, но вели себя очень корректно. Это, значит, единственная их просьба была, чтобы мы сохраняли дистанцию, мы надели все маски и сохраняли дистанцию. Анжелика Егоровна, сколько вам трудно быть женой оппозиционера? Ну, в общем-то, разделяя его взгляды, нетрудно. Так как у нас единые взгляды, и мы полностью понимаем друг друга, это абсолютно нетрудно. Страха не было когда-нибудь? Страха не было, нет. Ну, мы всё прекрасно понимаем, но, значит, и он понимает, что я понимаю, значит, в каком государстве мы живём, что может произойти. Но, а иначе мы были в Хабаровске, я была просто потрясена жизнью людей в Бамовских посёлках, когда я, вот у меня в глазах эта женщина стоит, которая рыдала мне на камеру и говорила, я не могу жить здесь, просто выживать от того, что у меня коммунальные услуги, я за отопление плачу за трёхкомнатную квартиру 25 тысяч, а у меня пенсия 15. Она говорит, я не знаю, как жить, Николай Николаевич, спасите, помогите. Вот эти люди у меня, вот они стоят передо мной. Мы видели это всё, мы видели, что там происходит, что люди полностью забыты, они брошены там. Поэтому ведь его именно, он часто говорит, я не могу уже наблюдать, как рушится моя страна, у меня боль, сердечная боль, я не могу это видеть, как рушится экономика, как идёт обнищание людей. Поэтому, значит, всё это, наша линия, она такая, в унисон мы идём с ним, и у него позиция такая, и я её абсолютно разделяю, поэтому страха нет. Ну, несмотря на то, что он регулярно участвует в митингах, согласованных, протестах, в любом случае, наверняка вы переживаете за него, если он уезжает куда-то, но считаете, что это стоит того? Ну, мы вместе с ним. Мы уезжаем вместе, мы на митинги идём вместе. Вы присутствуете рядом обычно? Да. В предвыборной кампании в Хабаровском крае мы были вместе всё это время, и на митинги мы ходим вместе, а как иначе, по-другому быть не может. Дома политику? Мы с ним соратники. Дома политику обсуждаете? Конечно, конечно. И по взглядам вы, как вы сказали уже, с мужем согласны. Николай Николаевич наверняка высказывал и вам свои амбиции, по крайней мере, в нашем эфире. Он говорил о том, что он, в принципе, если народ согласен сделать его президентом, то он будет тоже не против. Вы поддерживаете его амбиции в этом смысле, такие президентские? Ну, я вижу то, что, на мой взгляд, что он с такой задачей, он бы мог справиться. Вот я вижу его знания, его эрудицию, насколько он грамотный, насколько он рассудительный. И кроме меня это видят люди, ведь ему же люди подсказали, значит, именно это направление. То есть люди сказали, что мы хотим вас видеть президентом. Поэтому я согласна с этой позицией. А где вы познакомились, если это не секрет, из чего началась вообще ваша история, вашей любовной истории? Ну, можно я это, да, пусть это останется за кадром. Ну, это была площадка как раз вот по взглядам? Я, можно это, на этот вопрос я не буду отвечать. Тайно останется в вашей любовной истории. Да. Ну что ж, я благодарю вас за это интервью. Будем надеяться, что всё будет по справедливости. Спасибо вам большое. Мы тоже так надеемся, думаем, что всё-таки следствие и суд какое-то будет решение правильное, обдуманное и законное. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.